так владимир вечер добрый да 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 я вот только при тебе что-то дел свою новую показываешь это неношенное вот так что только что при тебе оторвал чтобы в эфире с голым торсом не появляться не смущать женских твоих поклонниц вот только что оторвал этикетку настоящая фирменная майка вот теперь я поворачиваюсь я надеюсь видно будет да да вот это по поводу того что мы должны теперь быть все взаимозаменяемыми день другую вот дружба славянских народов и все такое прочее ну правильно дружба славянских народов на самом деле украинцы хорошо выступили не надо там грешить да там матч был со шведами вообще разгромный понятно что не все коту масленица но ну играли хорошо так что молодцы ты знаешь я от футбола очень далек у тебя же ты же не только один ты же работаешь да ну и я поверю тебе друзья если плохо сыграли украинцы напишите мне я-то тебе звоню не по поводу футбола вот хотя футболом на игра но все-таки тоже не менее умная тема это по поводу отчетности сезон отчетности что ждать многие уже сказали что дальше будут одни проблемы проблемы высокая стоимость сырья проблемы того что высокая стоимость рабочей силы и потом эта отчетность уже будут не такие хорошие а это уже заложено в цены американской акции как ты к этому относишься вообще что думаешь но смотри значит сегодня отчитались джей пи морган и голлден сакс отчетность я видел отчетность бомбическая но я собственно говоря и ожидал что будет все очень супер дупер потому что ну давайте так рассуждать значит ставки были экстра низкими никто из банков не ожидал что в процессе к видного кризиса у кого-то даже шелохнется мысль о том чтобы повышать ставки поэтому банки с комфортом выдавали ипотеку с низкими процентными ставками людям будут нечего делать потому что они там ну уже уже где-то на удаленке и времени больше появилось началась мощная волна деурбанистическая люди начали массово покидать крупные города мегаполисы это очень сильно спровоцировала рост интереса к ипотеке покупки домов к таким вот вещам поэтому банки разумеется в этой атмосфере в этой ситуации просто срывали лучшие побеги правильно поэтому честно говоря если бы была отчетность плохая я бы был очень удивлен тем более что еще в мае федрезерв сказал что он дает зеленый свет банкам на высвобождение вот этих вот ковидных резервов которые были быстро быстро так год назад сформированы для того чтобы у банков была дополнительная подушка обеспечивающая им ликвидность она несколько оттянула ликвидность там не позволила банка может быть в таком объеме на том же рынке капитала присутствует на фондовом рынке но теперь когда фрс сказала все ребята успокойтесь все хорошо теперь вот еще эта махина денег появилась они уже могли ее использовать для левериджа для инвестиций то есть и все я не вижу причин то есть да был к вид да но какое-то отношение к банкам имеют банкам нужно чтобы были низкие процентные ставки тогда они могут сужать деньги дешево тогда у них будет большой спрос на кредиты а кредиты были спрос спровоцирован как я уже сказал оттоком людей из городов все было шикарно фондовый рынок в целом но он был не улучшенками не дни тем не таким как он был год назад да но он был в целом ну можно было на нем по крайней мере работать кто осмелился зайти в крипту те тоже еще дополнительно заработали на росте биткоина на росте эфириума то есть в целом я не вижу проблемы в том плане что все ах вот видите что он ну а читали шикарный джейпи морган угол нас практически по трем основным звеньям везде очень хорошая прибавка 15 20 25 процентов год году показатели хорошие но я бы не сказал что это сенсация потому что как я уже сказал это можно было предвидеть нужно не то чтобы сенсация а есть некая значит текст между строк которые мы должны читать что это backward looking это вещь которая оценивает прошедший период и мне сейчас очень важно посмотреть что будет сегодня на конференск олс как будут банки именно комментировать эту отчетность и очень важно чтобы банки дали guidance чтобы они дали прогноз до конца года потому что это был бы честным прогнозом потому что смотри смотри что сейчас происходит код был шикарный низкий процентный статус все хорошо что сейчас происходит вот только сегодня вышли данные по инфляции да опять снова существенное 5 4 5 4 это почти что как у нас еще немножечко нас да и и поверь мне андрей это это не только это не там фигурально выражаясь или там что-то такое а это реально то есть цены растут то есть люди идут супермаркет они от закупаются в субботу и через субботу приходят они видят я сегодня только что вернулся сейчас по дороге ехал заехал вашан дешевле 100 рублей десятки ну или там он может быть конечно ну андрей ты такие яйца просто не будешь есть правильно или они загаженные мне нужно потом будет их отмывать еще целый час у меня просто нету часа времени для того чтобы отмывать яйца правильно диетически все цены растут зарплаты при этом никто не повышал есть sign-in бонусы мы уже посмеялись по поводу этого то что burger king там насчет для тех кто значит будет работать несмотря на к вид несмотря на все эти истории они получают якобы тысячи долларов это же не то что тысячи долларов далее они потом с ними исчезли они скорее всего кредит им дадут на тысячи долларов чего-то такое эти тысячи долларов будет у них на их кредите в burger king и болтаться до того момента пока они не получат какой-то бонус это может быть там потом это приплюсуется к тому и они там в конце года что-нибудь получит это не то что они пришли им от слюнявили тысячи долларов ребята работайте пожалуйста нет но смысл именно в том что основная вещь что снова получаются должницы инфляция растет доходы остаются прежними чеки были выписаны эти чеки уже пошли на фондовый рынок они разогнали значит фонду они послужили даунпейментами для тех же самых ипотек которые на которых заработали банки и нам предоставили вот эту и шикарную отчетность но это все в прошлом это все в прошлом сейчас мы что ведь мы видим что цены растут зарплаты остаются на том же уровне я не слышал может быть я не все читаю если кто-то там пришлет тебе потом под роликом ссылку может быть я что-то пропустил и кто-то уже поднимает зарплаты будет интересно посмотреть на это я не слышал и получается вот эти классические ножницы разница между ценами и доходами доходы стагнируют цены пошли вверх что дальше произойдет бабки не ходи гадалки да здесь ясно что то что потребители не смогут сейчас получить они вытащат обратно из банка когда им присылали чеки они эти чеки приносили в том или ином виде в банке ну либо просто на депозиты либо там покупали акции либо там ипотека и так далее сейчас им будет не хватать потому что цены то пошли вверх а зарплата остались то есть идет обратный а ну секундочку а то верю что запады в сша остались по моему там нет роза под за что остались запад на прежнем уровне сша ну я я по крайней мере не слышал о том что компании повышают зарплаты есть отдельные категории синих воротничков как я уже сказал они мотивируют людей выходить там где они нужны офисным работникам я не слышал по поводу того чтобы зарплаты повышали и молитва но чем пола ситуация похожа немножко на нас когда сейчас масса в том что это раньше в америке было все здорово и жвачка была настоящей губль-гум в советском союзе ничего не было даже толковой жвачки которые просто к щекам при при прискал а теперь везде примерно одни и те же процессы идут жизни то есть если идет рост цен то он фактически везде если пробовал и какую советскую жвачку на разные калиф был какой-то по моему ну ну погоди какой-то был помнишь там калиф это 75 77 год а 79 год уже красный октябрь такие раз на октябрь что-то делали но я знаю что у ригли когда появились ригли уже уже как-то стало полегче жить конечно когда ригли калиф неплохая жвачка была зря ты так на мне как-то вот лёлик и болик я смотрел но лёлик и болик надо было еще из польши привести вот такая ситуация возвращаясь я все к нашему рынку до отказывают от квартиры ипотеки и если не дай бог рынок начнет показывать хоть невнятную динамику ну не дай бог допустим какой-то невнятную данные скажут на хрен нам этот рынок нам деле андрей слушай давай на чистоту рынок уже наверное полгода показывает невнятную динамику этот рынок ой рынок и наш ну наш получше может быть потому что он всегда плохой на фоне того что он всегда плохой сейчас он выглядит получше потому что он не такой плохой как обычно я говорю про российский рынок американ на американском рынке инвесторы фундаменталисты инвесторы среднесрочники мне просто льют крокодили слезы да на канале и я с ними согласен я ничего предложить на таком рынке не могу поскольку он не фундаментален он непредсказуем два дня идет рост один день идет жесткая коррекция как например сегодня при том что по фьючерсам по фьючерсам если вы утром видите например что растет и вы нам начали на премаркете через санкт-петербург выставлять какие-то своими там беды покупаете что-то не факт что вы этот же день закроете в плюсе потому что ситуация на открытии с от представлением к вот этой отчетности той же по инфляции по безработице там федрезерв сейчас будет два дня до вещать опять что-нибудь или для скажет ну не явно же не промолчит дать что-то опять скажет ребята у нас все транзиторно как пять с половиной процента все нормально а его по вопросам и закинуть какой-нибудь острый он не так ответит и снова все пойдет вверх то есть я говорю о том что это рынок весьма сложный для людей для большинства инвесторов которые привыкли line hold какой-то делать купить и хоть какое-то время подержать но пусть это будет не месяц как это было в лучшие времена когда можно было месяц-два подержать любую практически бумагу она почти гарантированно отрастала ну хотя бы процентов на 5 на 6 и потом просто ее продать и уже вот вам пожалуйста 5-6 процентов долларов сейчас вы нету потому что вы можете на неудачном уровне войти в хорошую бумагу подчеркнуть хорошие даже не говорю про плохие бумаги я не говорю про virgin galactic или там про что-то еще и не факт тот же microsoft например взять microsoft это такой был full proof то есть можно было в любой момент купить microsoft ну раньше говорили про тесла что тесла всегда растет сейчас уже так больше не говорят но microsoft условно некий и ну уж microsoft то всегда говорили ну microsoft точно вырастет а вот нет microsoft взяли и слили этот босконтракт с пентагоном да и притом на ровном месте просто пентагон сказал что он устраивает теперь конкурс он уже подписал договор с microsoft на поставку вот этого софта и потом вдруг просто передумал сказал нет мы будем открытый конкурс проводить поскольку мы получили жалобу от amazon amazon тоже хочет в этом конкурсе участвовать и вот вам и вся история акция и акции microsoft слились ну они как бы них не шарахнулись там на 20 процентов как мемстоки как например какой-нибудь может геймсток легко сай пойти вниз какой кисман кодек тот же самый да или blackberry слава богу что microsoft не ходят не сразу одним махом на 20 процентов хотя как говорится you never know но смысл в том что вот эта вся возня она она не защищает даже такие имена которые всем казалось что ну вообще никак не не отвечает проблем покупать бумагу если ты не знаешь что купить ну купи microsoft или купи там я не знаю apple ничего с ним не будет вот смотри есть разные способы защиты капитала вот один из способ купить блан который только растет второй способ заниматься индексным инвестированием но сейчас индекс на дар 500 уже растет 5 месяц подряд белая свечка 5 уже да и вот сейчас вот заниматься индексным инвестированием но я не знаю товарищи но смотри андрей до snp растет раз уже не так сильно растет как он рос год назад в принципе если ты покупаешь и петель на snp то в целом по году скорее всего ты будешь в плюсе но тебе главное тогда просто понимать что ты на нем точно не заработаешь потому что у нас люди привыкли что есть какие-то истории они много читают они слушают там различные телеграм-каналы то есть идея такая люди забрали свои депозиты в банках они пришли на фондовый рынок они пришли не для того чтобы по проценту или два процента в месяц зарабатывать но они хотят в месяц ну там процентов 8 10 заработали и знают что это реально и поэтому если они три месяца подряд будут сидеть по два-три процента делать наверное эти люди утомятся мягко говоря на каких деньгах это все зависит от многих деньгах они собираются делать я не знаю я чисто практик в последнее время и я общаюсь с людьми я пытаюсь немножко психологом быть хотя и таким таковым не являюсь я вообще не гуманитарий по своему призванию тем не менее выслушаю разные истории могу сказать что люди приходят на фондовый рынок не как на дополнительный источник дохода а приходят в результате каких-то совершенно баснословных потерь которые они понесли в период к вида у кого-то закрылся единственный бизнес кто-то там потерял одну из двух квартир вынужден был продать с убытками чтобы покрыть какие-то обязательства очень много проблем у рестораторов у людей которые работают в различной сфере развлечений артисты и так далее которые остались просто на бабах и эти все анекдотичные истории с тех же самых соцсетях ходят не буду их цитировать потому что они довольно комично но все их знают и я знаю что люди которые многие ну в моем окружении наверное три четверти людей приходят на в рынок чтобы быстро заработать и ты ничего с ними не сделаешь если ты им предложишь два процента в месяц проинвестировать в индексы с пи и ждать просто до конца года чтобы там заработать процентов 12 а я не думаю что они будут очарованы что они долго будут с тобой и они будут слушать тебя и у них хватит терпения до сидеть до конца года чтобы получить свои несчастные 12 процентов ну а зачем мне такие люди в так зачем и такая паства если будет телеграм-канал говорит что у меня каждый день там 100 качественных идей 100 качественно каждый день и там доходно зашкаливает ну зачем мне такие люди которые в это верят не думаешь об этом но андрей смотри я выкладывал в апреле свой реальный портфель и я люблю это делать когда я уверен что я делаю правильные вещи я не то чтобы риску это не сумасбродство я играю открытыми картами и я показываю по каким ценам мы открываем позиции мы синхронизируем портфель и я каждый день вечером выкладываю excel я показываю сколько изменилась каждая позиция под долевому участию в портфеле соответственно средне взвешенная доходность каждый день изменяется и все видели как мы заработали довольно легко 40 процентов в смешанном портфеле состоящим из хорошей фонды их и так скажем ну качественные крипты на тот момент это 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 реально другое дело что если кто-то вам говорит что ну вот мы сейчас взяли 40 процентов в апреле значит соответственно и в мае мы тоже 40 процентов возьмем и потом и в общем мы будем теперь каждый месяц зарабатывать по 40 процентов так что как борется welcome to the club вот это вот уже подлог конечно потому что когда мне спрашивают а владимир ну давайте вперед давайте подписывать договор давайте работать уже в конце концов чего там своем телеграме копаетесь уж и все ясно вы умеете вы можете давайте с вами работать и тут уже я начинаю давать по тормозам игру что да этот месяц был хороший я предложил всем поучаствовать и сделать копирование сигналов и вместе заработать вы наблюдали за течение этого месяца теперь я вижу что у вас есть энергия но я вам не говорю что мы теперь в июне столько же заработали а какая какая сейчас извини я должен делать интервью более динамичным перебиваю какая у тебя сейчас стратегии что у тебя сейчас какие акции есть смотри ну значит во первых конечно полугодовая отчетность это абсолютно реальная штука значит банки я оставил и я думаю что сейчас я могу немножко на них заработать мне нравится несколько отдельных идей которые связаны с инфраструктурами проектами байдена в частности бумага который очень нравится и без меня тоже очень нравится это caterpillar я уровень на несколько бумаг том числе как caterpillar мне я по-прежнему играю в историю с дефицитом полупроводников дефицита микросхем это intel это micron это подобные истории которые я тоже надеюсь очень хорошо отыграть концу года и и это вот большей степени точные инвестиции акции я сказал банки я скорее всего буду фиксировать сейчас объяснить мы уже мы снова это очень важно то что банки читались замечательно но впереди ситуация такая что люди теперь будут изымать свои деньги и складов я чтобы покрывать разницу которая им необходима для покрытия инфляции и для банков это очень плохо потому что они сейчас столкнуться из-за инфляции и на фоне при прочих равных на фоне стабильных процентных ставок они столкнутся с тем что люди начнут приходить и изымать часть денег складов соответственно чистые активы это вот я такой даю прогноз это мой бет что в этом квартале в третьем у банков снизится объем чистых активов под управлениями именно из-за инфляции а вот что там дальше будет поэтому сейчас очень хорошее время зафиксировать акции банков на этой отчетности она будет хорошая можно дождаться сити но в принципе это сильные до полный сакс и джейпи морган традиционно сильные банки самые сильные и хорошо играет вообще во всю эту историю дальше я думаю что история с нефтянкой и со всеми вещами которые мы благополучно игрались эти полгода там холик гортон да тот же самый штук бирже не говоря уже классических нефтяных бумагах я думаю что ее тоже надо не понемножечку так скажем сворачивать потому что этот дельта штамм это неизвестная вещь получается что борис джонсон говорит что в англии полностью снимается все к видные ограничения и англия с 19 числа по моему да с июля полностью открывается в этот момент практически синхронно с ним а макрон говорит о том что париж скорее всего будет вводить новые меры по усилению карантина и у меня человек уже голова пух два соседних государства я понимаю что там был дюма мушкетеры д'артаньян там которые все времени вот возьми два государства соседних украина россии россии по-разному в россии вспышки на украине все спокойно чемпионат а украина почти выигрывает в общем все по-разному и смысл я не об этом говорю я знаю что ты из львова я родился во львове я патриот мира я патриот славянских народов я сейчас хотел спросить тебя последний вопрос по поводу инфляции я заметил что когда выступает у меня на канале роман ермаков и говорит что инфляция временный характер ты внизу пишешь какие-то скептические вещи но смотри официальная версия что инфляция действительно транзиторно она временная поскольку она исходит из уст самого влиятельного человека на земле председателя фррс джерома паула его он он будет сейчас тоже вот на этом двухдневном заседании перед конгрессом тоже говорите как говорится гадалки не хотим обязательно повторить эту фразу о том что вы ребята не волнуйтесь это все временно там я беременна это временно вот что все все вернется на круги своя экономика выйдет на заданную скорость инфляция снизится начнут расти доходы соответственно все будет хорошо но вопрос в том что инфляция она стики она и у нас особенно у нас если цены уже пошли вверх я очень плохо припоминаю ситуацию когда у вас что-то выросло а потом вдруг раз и вот у нас десяток еда стоит 100 рублей да вот у меня как-то я не верю в то что тут пройдет там два-три месяца и он снова станет стоить 80 рублей бывает я человек вот здесь вот здесь это не бывает стоит вот сейчас уже почти 50 50 практически 50 заправлялся вот может ли он теоретически при каких-то условиях там нефть ушла там вниз что-то скорректироваться обратно на 36 вернуться владимир я говорю бывают такие моменты как сейчас сша когда пил и материалы взяли обратно откатили а ну это да там спекуляции тут так твой кредит согласен тут я вынужден признать что есть такой момент но розничные это смотри это оптовые пил материалы для хумбилдеров они будут стоить дешевле но если ты по идее видишь в хум дипо и ты пытаешься купить подешевшие доски то скорее всего и тянь че не получится по хум дипо уже будет их продавать по той цене по которой они продаются это вот такое вот ненавязчивую улыбка капитализма которая свойственна в принципе всем странам и нам и не нам когда уже цена куда-то ушла она уже там как правило остается поэтому утром насчет транзиторности инфляции у меня есть только хотя бы даже в этом плане сомнения 6 уже начали цены расти то они как правило там уже и остаются соответственно это инфляция на как минимум на страну становится вязкой вязкой я не говорю то что будет там гиперинфляция еще что-то наверное это уже было бы тумачно так утверждать но то что инфляция будет вязкой она не будет коп отскочил туда коп все значит нормализовалась вышли на заданную траекторию коп и она так как будто перчевый мячик обратно отскочила снова 2 процента сейчас 5 с половиной копа на 5 с половиной копа отлично снова 2 и все хорошо вот я не верю андрей я достаточно давно на этом свете живу вот вот эта история которую нам рассказывает глава фрес мне кажется что он и сам в принципе в нее особо не верят просто если бы он сказал ребят я сомневаюсь на самом деле мне кажется это проблема тогда тут же следующий вопрос тогда выкладывай вы катывайте нам ваш план действий хорошо значит все вы вам признали мы рады то что вы наконец с нами начали человеческим языком горе ну в таком случае вы рассказываете вы будете ставки повышать на следующем заседании или через одно вот мне говорит табличку прибить или приклеить ставки на следующем заседании или через одно и если при этом паул скажет мы пока наблюдаем у нас запланировано первое повышение ставок в 2024 году я думаю что если его публично не засмеют но наверное не засмеют потому что все таки есть кодекс этики какой-то там и так далее то очень сильно патролят потом в таких сми которые читаем все мы инвесторы и так далее и поэтому эта история именно она балансирует на такой тонкой ниточке что здесь мы знаем что вы знаете что это так но мы вас не провоцируем потому что мы понимаем что если вы скажете что вы знаете но потом вам придется еще более жесткие так сказать давать определение поэтому у вас не трогай ну вы просто говорите то что вы думаете а мы будем считать что вы вы так на самом деле думаете вот что-то в этом роде как у алана гринского помните там казуистика языка вот этот тонкий баланс вот этого вот гляделки что кто первый моргнет тот и проиграл он сейчас на этом всем сейчас вся вот эта вот сказка по поводу транзиторной инфляции она и изиждется поэтому если вы говорите официальную версию вы тогда по крайней мере звездочку ставьте и сноску в конце страницы о том что я озвучиваю официальную версию и я не вижу в этом ничего плохого то есть но если вы озвучивать официальную версию она имеет право на жизнь потому что ей руководствуются сейчас все институционалы как минимум они ссылаются на федрезерв федрезерв говорит что она временная но ему же виднее они же там все-таки делают прогнозы они как-то изучают динамику и так далее запоставляют или или то что я говорю сам сам говорю я я не верю например ну если я ссылаюсь на официальную версию я должен делать сноску то что я это озвучиваю потому что я озвучиваю официальную версию это не моя версия эта версия официальная я думаю что таком варианте почему нет пожалуйста можно так говорить да осталось только найти где прятаться потому что по твои последние идеи по поводу виски и пластинок харринс харринсона они не нашли у всех отклик скажем так а я понял то есть мы купили до пластины харрисона почему нет я считаю что это все хорошо надо мне уже даже человек присылал значит рэй чарльза выступление спрашивал на можно ну такое вот видео есть а можно там коллекцию таких видео собрать я броня тут здесь вопрос то что дала и был должен все-таки это не должна быть кустарщина кустарщину трудно продавать это должен быть лейбл понятно это ты-то руководствуешься этим ты будешь пластинки собирать эти ну ну как бы я винил честно говоря пока не знаю вот винил виски я собираю и правом не только я один наверное это как бы на стану такое стандартное хобби людей из нашей индустрии я думаю что наиболее часто встречающиеся хобби помимо футбола да который был лига ммвб там который многие играли следующие хобби это уже наверное там рыбалка но это не наше профессиональное а третье это коллекционирование виски которое обязательно должно в шуфляде храниться она может там годами храниться но в случае удачной сделки должно быть всегда возможность налить маленький глоток и там ну по крайней мере я думаю что ты тоже помнишь эти времена и примерно так это где-то было у нас все владимир спасибо большое за интересное интервью по поводу майки которые у тебя и которые у сына вторая да я понял она такая же это тоже 17 номер зимченко который самый красивый я считаю гол на чемпионате забил несмотря на то что украина в итоге вылетела но он был очень красивый в общем все было здорово зюба забил с пенальти ну хорошо что мы пока с пенальти забиваем скажем так ну все хорошо спасибо владимир большое спасибо счастливо счастливо